Всем огромный привет! Добро пожаловать в новое видео, где я встречаю вас с зимними местами праздничными находками с маркетплейсов, с Вайлберис, Озон и еще кое-что покажу, что нашла в Спортмастере на распродаже. Я решила утеплиться и поняла, что у меня совсем нет зимней убиви, поэтому на Вайлберис я нашла очень классные ботинки. На выбор заказала две пары из натуральной кожи и с большим-большим таким утеплителем из натурального меха. Мех точно натуральный и он прям пахнет натуральным мехом, так что я думаю, что зимой не замерзну, хотя я мерзлячка. Я заказала бежевые, такие как бы из нубука. Здесь шнуровка, можно отрегулировать по ширине ноги, достаточно высокая подошва, поэтому ноги не будут мерзнуть. И по идее они не должны скользить, потому что подошва такая прорезиненная. Бежевые выполнены, как я понимаю, это нубук. И очень красивый такой материал. Они мне безумно понравились. Я в итоге не смогла выбрать и оставила себе обе пары. Вот такие песочные. И также оставила черные из гладкой кожи. Это одинаковые модели, но смотрятся они абсолютно по-разному. И, наверное, в грязную погоду черные будут более оптимальными. Ну и как бы совершенно разные образы и разные стили получаются. Здесь такой же теплый мех, все то же самое. В общем, аналогичная модель. Как всегда, ссылки я оставлю в описании. Если чего-то нет в наличии, то просто добавьте в лист ожидания. Скорее всего, в скором времени все появится в наличии. Я всегда делаю именно так. Еще на Вайлдберрис я заказала варежки. Это закос под Юджи Джи. Я вообще небольшой любитель ношения варежек. Для меня это не так удобно. Но смотрятся они очень по-зимнему, уютно. И греть будут гораздо лучше, чем перчатки. Стоили они вот совсем недорого. Поэтому я решила все-таки их прикупить к своему новому пуховику, который также покажу. Внутри есть меховушка. Она тактильно очень приятная. Я все примеряла дома, поэтому мне, конечно, было очень жарко. Варежки в молочном цвете специально подбирала под пуховик. Также открытие этого года это зимний капор. Я купила в двух разных цветах у одного продавца. А вообще заказывала у разных. Просто выбрала эти цвета. Решила, что именно эти мне подходят больше всего. Вообще, если вы ведете в поиске зимний капор, то увидите огромное количество разных моделей. Есть и на молнии. С молнией, наверное, даже удобнее. А здесь внутри флиз. Капюшон получается очень теплым. Если делаешь какую-то прическу, там хвост, где-то заколол, шапку надевать некрасиво и неудобно. И вот такие капюшоны спасают. Они, получается, закрывают горло. При этом работают практически как шапка. И капюшон очень теплый. Я уже носила. Просто надеваешь сверху под пуховик. И создается ощущение, что у тебя как будто бы просто под пуховиком толстовка. Смотрится очень здорово. И по утрам, особенно когда отводишь ребенка в школу, просто находка. Здесь есть шнурки, которые можно затянуть. Прям вообще спрятаться от ветра. Смотрится, конечно, это не так красиво, но зато тепло. И вот такой пуховик я купила себе в Спортмастер. Это детский пуховик. Я выбрала род 152-158. Мне, по-моему, он сел хорошо. Вообще, я искала в Спортмастер своим девочкам пуховики и заказала им вот эти от бренда Нортленд. Ну, когда девчонкам пришли пуховики, я подумала, почему бы не заказать себе. На девчонок такая же модель, только выполнена из другой ткани. А у меня ткань более такая плотная и более шуршащая. Он действительно очень теплый и со скидкой получалась, ну, просто великолепная цена. За 5700, что ли, я его купила. Сейчас за эти деньги ты в BeFree не купишь пуховик. При этом этот, ну, действительно качественный. И что меня особенно порадовало, это такие плотно прилегающие вставки в рукаве, чтобы ветер не задувал. Посоветовала подружке. Она заказала себе тоже чуть побольше ростом и тоже, по-моему, очень довольна. Он очень теплый. У нас обычно не такие уж холодные зимы, но иногда, когда сильный ветер или все-таки там похолодало, наступила зимняя погода, иногда требуется вот такой удлиненный пуховик. Обычно в течение зимы я ношу, ну, короченные пуховики и хожу в коротком. Но все-таки иногда нужно, поэтому взяла в молочном цвете, так как не буду носить его каждый день, да и постирать его не проблема. Пуховики, девчонок, я уже стирала неоднократно. Он выполнен из искусственного пуха и, вы знаете, он вообще не отличается от настоящего. По весу, вот у меня чуть потяжелее, так как материал другой, а у девчонок модель цвета морской волны, и там материал вообще тоненький. И это просто ультралегкий пуховик. Давно думала о том, чтобы подобрать какие-нибудь чехлы, чтобы дверцы шкафа не защемляли платье. У меня здесь очень неудобный шкаф, но, тем не менее, дополнительное место для хранения. Храню здесь вечерние платья. Это та одежда, которую нельзя сложить. Нашла на Вайлберес короткие чехлы. Классно, что они подходят для вещей любой длины. И тем самым, эта накидка на вешалку защищает от пыли и создает визуальный порядок. Плюс, также защищает от защемлений дверцами шкафа. Еще удобно, что вещь снимается просто за секунду. Чехол сделан качественно, ровные швы. Думаю, что прослужит несколько лет. Ссылки оставлю внизу в инфобоксе. Сейчас хочу заняться тем, чтобы собрать подарки для учителей. Я люблю делать презенты учителям, для классных руководителей. Ну и вообще, вот каким-то знакомым, врачам. Ну, в общем, выразить в конце года такую свою благодарность. Для этого я заказала подарочные коробки на Озон, которые нужно собирать. Они стоят подешевле. Можно также выбрать уже собранные готовые наборы. Но мне удобно, что эти одинакового размера и удобно их хранить в сложном состоянии. Я решила остановиться на классической красно-зеленой цветовой гамме, потому что это универсальный, как мне кажется, цвет, сочетание цветов, которое подойдет и мужчине, и женщине. Но сейчас я собираю подарки учителям девчонок. Для этого беру бумагу тишью. Я ее не заказывала на маркетплейсах. Покупала еще, по-моему, в октябре или в сентябре в каком-то оптовом магазине декора. Мне показалось, что бумага очень выгодная по цене. И я сразу взяла с мыслью о предстоящих праздниках в нескольких цветах. Но думаю, что на маркетплейсах бумагу тишью найти вообще не проблема. На Озон я заказывала наполнитель для подарков по цвету. Он называется красный. Но в жизни он немного отдает розовым. Хотя, в принципе, в упаковке все смотрится красиво и гармонично. Я предпочитаю обязательно класть наполнитель. Во-первых, чтобы в коробке ничего не гремело, не каталось по коробке. Во-вторых, это более красиво. Собираю подарок, исходя из того, что обычно может пригодиться учителю. Например, на рабочем месте. И не только на рабочем месте. Самый оптимальный вариант для меня это такая коробочка для чаепития. Обожаю чай вот этого бренда. Я решила взять зимний с сожгучим перцем и апельсином. Именно такой чай я не пробовала. Но вообще бренд очень люблю. И здесь стик. То есть не пакетик, который нужно макать, а вот прям стик, который завариваешь и оставляешь в кружке. Это очень удобно, особенно на рабочем месте. Также выбрала чайную пару, максимально универсальную, которая должна понравиться любому. И подойдет под любой интерьер. Здесь очень красивые блюдца. Они выполнены с такими кружевами. Я брала среднего размера кружку. Кружка просто обычная, белая, лаконичная. Ну и точно понравится абсолютно каждому. Подкладываю все-таки уплотнитель, который шел в коробке, чтобы кружка и блюдце не разбилось. Тем более дети понесут это в школу. И на Озон заказала еще свечу. Она была недорогой. То есть подарок не выходит очень дорогим по цене, но при этом это действительно приятный, красивый презент. Для того, чтобы выразить свою благодарность. Свечу тоже взяла зимним ароматом. У нее деревянный фитиль, который будет потрескивать при горении. Аромат просто восхитительный. Ульяна тоже сразу попросила купить и ей такую свечу. Есть множество разных ароматов. Можно выбрать любой. И также еще дополняю все это наполнителем для того, чтобы не разбилась ни чашка, ни блюдце. Все-таки, повторюсь, дети это понесут. Сейчас упакую вторую коробочку точно так же. Я заказала все в двух экземплярах. И, наверное, продублирую еще для тех, кому собираюсь дарить подарки. А также у меня есть знакомые мужчины, которым я бы хотела такой осуществить жест внимания. И я буду делать там уже выбор в пользу более мужского наполнения. Там можно использовать даже какие-то консервы из дикого мяса. Или, например, если собираешь чайную коробочку, горький шоколад с какими-то интересными наполнителями. Что-то такое мужское и брутальное. У нас настолько темно каждый день, что я не знала, в какой момент снять вам вот эти кадры. Но все-таки постараюсь показать посуду, которую купила не на новогодний стол, а для ежедневного использования. Вы, наверное, спросите меня, как же моя посуда из магазина Кюхенлен, которую показывала вам осенью. Я от нее в восторге. Я ее просто обожаю, но пользоваться ею каждый день не получается. Это как бы неудобно, во-первых, потому что невозможно докупить тарелочку, если вдруг разобьется. А если разобьется, то это уже не набор. И красиво засервировать стол не получится. А набор этот вышел из наличия. То есть ни набор не докупить, ни тарелочек. И я еще, знаете, постоянно смотрю на своих домочадцев. Каждый раз, когда они что-то делают, и я слышу стук посуды, в общем, смотрю на них с негодованием. Естественно, это раздражает и нервирует и их, и меня. Поэтому я решила оставить этот сервиз для каких-то особых сервировок, каких-то тематических. Может быть, там, красивый завтрак засервировать. А так, посуда, которая подойдет для ежедневного использования, я выбрала вот такой сервиз. Он подойдет как для ежедневного использования, так и для сервировки праздничного стола. Это набор посуды из 20 предметов для 6 персон. Можно использовать в микроволновке, можно мыть в посудомоечной машине, что для меня очень важно и удобно. Сама посуда сделана из фарфора. Она достаточно тяжеленькая, это нелегкий фарфор, но при этом пользоваться удобно и, мне кажется, что прослужит долго. В комплекте здесь разные виды тарелок. Например, суповая тарелка достаточно глубокая, что очень удобно в отличие от моего набора из магазина Кюхенленд. И суп есть очень удобно. Края не позволяют супу проливаться, например, когда подогрел в микроволновке и ставишь на стол. Бренд называется Тьюдер Ингланд. Мне очень повезло. Я видела отзывы, что много у кого пришло, что-то там частично разбитое, там одна-две тарелки разбитое. Ну и получается, что если вам пришел набор с одной разбитой тарелкой, то возвращать нужно по браку весь набор и потом ждать, пока вам придет следующий. Мне повезло. Мне ничего не пришлось возвращать. Все пришло целое. Плюс, кстати, этой посуды в том, что здесь можно докупить любые тарелки или предметы из этой серии. Если вдруг вы разбили пару тарелок, всегда можно докупить их отдельно. Я выбирала между двумя сервизами посуды. Один с такими кружевными краями, очень красивыми, и вот этот с таким лаконичным, но в то же время интересным рельефным краем. И оставила вот этот. Хотя и тот, и тот очень красивый. Но этот, мне кажется, более лаконичным и универсальным. Все-таки белая посуда, она никогда не выходит из моды, она не надоедает. В ней очень красиво сервировать блюда, и смотрится это всегда празднично. Попыталась вам собрать что-то типа новогодней сервировки, чтобы показать, что и на праздничном столе такая посуда будет смотреться выигрышно. Здесь в наборе идет большое количество предметов, несмотря на умеренную стоимость этого сервиза. Здесь 6 глубоких тарелок суповых, 6 больших постановочных тарелок, 6 десертных тарелок и 2 салатника. Один из салатников такого среднего размера, я бы не назвала его прям большим. И второй салатник совсем небольшой. И также, по-моему, в разных размерах можно докупить и салатники, и, в общем, другие предметы из этой серии. Еще я заказала отдельно 6 кружек. Они также продаются в разных размерах. Я взяла достаточно большой размер. По-моему, 330 мл объемом. Мы пьем чай и кофе из больших кружек, поэтому маленькие даже заказывать не стала. Ну и как-то гости у нас тоже пьют из больших кружек. И еще в комплект заказала 6 штук поштучно блюдечек, для того, чтобы можно было положить десерт. Кстати, это тоже очень приятный нюанс. Вообще, далеко не во всех наборах посуды есть или можно докупить блюдце. Здесь как раз-таки у меня получился полный набор. Я, наконец-таки, довольна. Мне надоела разная посуда, разные кружки. Конечно, какие-то кружки у нас есть новогодние, тематические, но в большей степени получается это набор. И смотрится красиво и на столе, и в шкафу. Вообще, на Новый год я буду ставить не эту посуду, решила вам также в этом видео показать, а ту, которую покупала в прошлом году. Вернее, ее купил Саша, сделал мне такой сюрприз, потому что мне хотелось чего-то такого праздничного, новогоднего, лаконичного. И он в конце декабря поехал в Кюхенленд, выбрал сервиз посуды. По-моему, называется Арктика. И он до сих пор точно есть в продаже и в этом году. Мы им пользовались на протяжении года, поэтому могу вам его советовать. Его не рекомендуется мыть в посудомойчной машине, но можно. Так что возможность поставить праздничную посуду в посудомойку было, наверное, одним из самых главных критериев, потому что я вообще не понимаю прикола, как можно покупать, ставить посуду для гостей, когда приходит большое количество людей, и ее нельзя мыть в посудомойке. То есть ты и праздник делаешь, а потом еще посуду руками моешь. По-моему, это просто абсурд. И вот мы пользовались и ставили эту посуду в посудомойку на щадящий режим мойки. Все отлично, с ней ничего не случилось. Это такой тонкий фарфор, очень праздничный. У него серебряный кант по краям, а сама посуда белая. Саша купил набор салатников в разных размерах. Такого количества салатников достаточно для праздничного стола. Можно положить и закуски, и салаты, и какие-то намазки на бутерброды. В общем, 6 салатников разного размера. Этого более чем достаточно даже для большого количества гостей. Также из этой серии Саша на праздничный стол купил блюдо. Сюда можно выложить сырную нарезку, мясную, овощную, также использовать для закусок, брускет. И вот такую подставку. Ее можно использовать, как мне кажется, по прямому назначению, и выкладывать, ну вернее поставить на стол тортик. А можно пользоваться как-то иначе и мясо выложить. Вот такие подставки очень экономят место на столе за счет того, что у них как бы ножка. Внизу также могут стоять блюда. Также вы просили меня показать керамические домики и оставить ссылки. Мне казалось, что о них все знают и легко их найти на маркетплейсах, но раз просили, показываю. Это домики, которые я заказывала с Wildberries. Три из них я заказывала у одного продавца. Они подешевле, и они не такие приятные на ощупь. Они такие матовые, шершавые. А вот один из домиков я заказывала у другого продавца. Он подороже и глянцевый. И на ощупь приятный, они как бы блестит, переливается немножко. В общем и целом смотрятся они одинаково. Одинаково красиво. Специально выбирала разные домики для того, чтобы поставить на полку. И они как раз вот четыре домика встают у меня в один ряд по размеру небольшой полки. У меня уже подсели батарейки. Планирую заменить. Вообще они горят теплым желтым светом. И вот такую тарелочку я купила в магазине Метро. Попробую найти и оставить ссылки где-нибудь на маркетплейсах. Она настолько прикольная, с маленьким золотистым домиком. Я ее поставила на столешницу для того, чтобы она меня радовала. И использую ее как подставку под ложку при готовке. Также можно выложить на нее какие-то небольшие закуски на праздничный стол. Она белая, лаконичная, сочетается со всей остальной посудой, но при этом с изюминкой. На этом мое сегодняшнее видео подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк этому видео. Все ссылки на товары ищите в описании. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного. А с вами была ваша Леля Власенко. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока.